Так, Михаил Светлов. Предлагаю придумать псевдоним писателей и начать коллективно писать книгу. Дуся вы наша, да дуся просто. Ну дайте я же вас расцелую в сахарные уста, которые никогда не заговорят по-фламандски. В прямом эфире, по одной странице за эфир. Зачем просто так время терять? Вот что мы сделаем. Давайте мы не будем себя насиловать. Мы тут должны какую-то страницу, не дня без строчки. А вот не дня без строчки, да. Давайте по строчке писать. Какая будет следующая строчка. И будем записывать. Но нам нужен писатель. Поэтому вот Михаил, если вы... Мы сегодня сочиним какую-нибудь первую строчку, да, к этому... А, сначала псевдоним. Сначала псевдоним. У нас сегодня эфир посвящен только псевдониму, потому что это важная вещь, да. Вот, ну, не знаю. Я могу предложить сразу Самнамбулу. Ну, исключительно из цели продвижения, так сказать, может быть слабыми своими возможностями. Но, конечно, и взаимный интерес присутствует. Ну, в общем, давайте, предлагайте. Я не настаиваю, даже более того, отнюдь не настаиваю. Давайте придумаем. Если сложится, если не сложится, все равно мы и комментарии следующие почитаем, что там напишите. Значит, нам нужен псевдоним. Пока у нас писатель нам нужен, да, субъект, мы его должны создать как информу. И представить себе его, каков он, чтобы он написал нам книгу. Ну, то есть мы вместе будем, конечно, писать. Готовы? Все, отсчет пошел. Давайте сначала псевдоним, потом что у нас, Михаил? Потом название будет, да. И потом будем сюжет сочинять постепенно. А хотя, почему сюжет, да? Может быть, он сам проявится в течение. Мы по строчке будем добавлять, по строчке. Это будет самая длинная книга в истории. Ну, мы-то, ну уж мы тогда строчечку каждую должны обсосать, да. Давайте. Меня прям возбудило ваше предложение. Давайте еще подумаем насчет писателей. Я тогда пойду перекурю. Ну, раз мы уж обещали, давайте ваше предложение. Забудем про космос. Хотя писатель тоже может быть, например, с фамилией Космонавтов. А чё, блин? Или, давайте так еще, с прибалтийским акцентом. Космонавичус. Вот чё, плохая фамилия. Станислава с Космонавичус. И пусть, блядь, мы же напишем гениальный роман. Мы не можем в такую тучу голов написать какое-то говно. Правильно? Просто цензуру не пропустите внутренне. Пишите вашего писателя. В общем, я сейчас озвучу. Пока пойду покурю. А потом будем ждать комментариев. На следующий этот мы уже должны. Если у нас вдруг какие-нибудь в лидеры выбьются, и там можете голосовать лайками, дизлайками под этими самыми комментариями. А если у нас кто-то в лидеры выбьется, там парочка, ну, проголосуем. У нас есть способ. Космонавскус. Космонавскус. Отличное. Вот мне уже нравится. Только не КАКО, наверное, чтобы космос был. И КОСМО. КОСМО НАУСКОС. КОСМО НАУСКОС. Итак, кто не в курсе, мы решили написать роман. Ну, может быть, для начала не роман, может быть, пару рассказов попробовать написать коллективно. Но для этого сначала создаём псевдоним писателя, создаём ему некую биографию и начинаем наполнять. Потом название, потом начнём писать по строчечке. Глядишь, что-нибудь гениальненькое и получится. Ригель Космонавскус. Ригель, хорошо. Но я бы вот ещё более, знаете, труднопроизносимое, если уж в эту сторону идти. Вот есть имя ВИТАУТАС, да? Мы, если немножко поменяем, я думаю, наши литовские братья не сильно обидятся. Если мы его назовём ЛИТАУТАС КОСМО НАУСКОС. ЛИТАУТАС КОСМО НАУСКОС. Вот что-нибудь напишите, потому что произнести это невозможно. ЛИТАУТАС КОСМО НАУСКОС. И это будет интересно, потому что всякие комментаторы, мы же напишем с вами гениальный роман, и они будут это комментировать, и когда они будут это говорить в прямом эфире, они будут каждый раз свой ёбаный язык ломать, вот специально. А мы вот так сделаем ещё какое-нибудь отчество ему такое. ЛИТАУТАС КОСМО НАУСКОС. ГЕКАТЕРИТ ЛЬВОВИЧ КОСМАТЫЙ. А вот это, Андрей Воронов, совершенно ясно, что это псевдоним, а нам нужен живой человек, мне кажется. А это, ну, в смысле, понятно, что литовцы и прибалты поймут, что это наёбка, но только они... ЛИТАУТАС КОСМО НАУСКОС. Давайте я его, что ли, зафиксирую тоже у себя, и начнём. Я вот сейчас отдельно напишу, отдельно создам текстовый файл, и назову его... И назову его... КНИГА. Что в переводе на греческий означает? Биглия. ЛИТАУТАС КОСМО НАУСКОС. Ну, вот есть один псевдоним. Ну, я ваш тоже, Маккар Телятников. Я ваш все выпишу, безусловно. Тогда уж не литовцы, Андрей Воронов, принимайте с поправкой, я даже обсуждать не буду. Конечно же, не литовцы, ну, конечно же. А что-то ему не хватало, вы прям добавили красок. Ну, представляете, человек уже, да. Ну, правда, сразу ясно, что это псевдоним. Ну, хотя хер, я знаю. ЛИТАУС ИССЕЛЕЗНЕВИЧ КОСМОНАУСКОС. Хорошо, пускай будет. ЛИТАЛЬНУСКАС. Ну, как-то мрачновато, нет? Все-таки тут с летанием связано, если не с летальным исходом. Хотя... ЛИТАУС МАРИЯ. Но это будет его, это... Даже не знаю, как. Хотел сказать, сестра, но это ведь будет слишком банально. Я предлагаю, ЛИТАУС МАРИЯ, это брат автора. Ну, может же, Эрих Мария быть, да. Ну, просто по второму имени его зовут ЛИТАУС МАРИЯ. Брат его. Видите, у нас уже рождается псевдоним. ПСЕВДОНИЛ. ЛАЙПСНИКХТ. Ох, тоже хорошо как. Дайте-ка я полу какую-то выпишу. Выпишу. ЛАЙПСНИКХТ. Это тоже нам пригодится. Я думаю, в качестве персонажа даже может быть пойти. Так, Мишутки Пяткин уже забегаете вперед, Дим. А начинать надо так, ночь стояла темно и не нас. Это считается худшим вступлением за всю историю английской литературы. Я предлагаю не останавливаться на достигнутом. Давайте мы предложим еще более худшие вступления. Ну, а что мы будем копировать классиков? Надо их побеждать. Молча закурил сигарету, да. Так, ВРИТАС ПЛОСКУ ЗЕМЯВИЧУС. Ну, хорошо. А Серегин запишем ваш вариант. Тоже в копилочку. А Синявичус вот еще тоже. Синявичус. Да. Синявичус. Че-то мы... Обидится на нас литовские собратья наши. Двойное имя, как у Пелевина. Да, такое вокруг. Литауто Сабрамовича вы предлагаете? Ну, хорошо. Подумаем над таким развитием событий. Но не будет ли это низкий сорт, нечистая работа и попытки хайпануться на еврейском вопросе? Ну, положим, положим, положим. Пока отложим. Дмитрий Цыбко, гражданская жена. Ларсон, хаха. Че там Ларсон отмачен? Ван Лун Тикет. Ван Лун Тикет. Вы предлагаете в эту сторону пойти? Взять какого-нибудь китаеобразного? И тогда получить какую-то другую аудиторию? Ну, с точки зрения чистого хайпа, наверное, имеет смысл. Да. Подумать. Такое вокруг идеи огонь. И это я согласен. Только это не моя. А кого? А кого эта идея? Сейчас мы скажем, как же. Мы же не можем пропустить такое. Давай, крутись уже. Лео. Ой, сколько сегодня. Анархоселепсизм у меня только. Михаил Светлов. Запомни его как человека и парохода. Колбасный ком, десант, руля. Дмитрий Майор. Вот нам. Мы сейчас будем собирать всякие колбасные обрезки. Че у нас там был? Колбасный, колбасный, колбасный. Колбасная вечеринка. Все вот эти обрезки. Будем укладывать из них. Будем шить лоскутное одеяло. нашего великого Романа. Фазлиидын. А, еще и И у нас выделяется. А, или это туда ударение. Фазлиидын. Фазлиидын. Тоже хорошо звучит. То есть, достаточно мерзко. Земля вращается. Так. Теслов, вы меня выбиваете. Я одноканальный человек. Если я сейчас думаю об этом, надо об этом додумать. Звездожук. Звездожук. Это нам пригодится. Это тоже нам в качестве персонажа. А, как же. Звездожук. Звездожук. Егор Питая. Звездожук у нас уже, видите. Понимаете, информа, она сама себя начинает формировать. Как мы теперь без Звездожука? Никак. Он должен там быть. А вот в качестве чего? В качестве названия вполне идет. Например, там какой-нибудь Михалыч и Звездожук. Ну, так немножко примитивно получается. Ну, в общем, как-то так. От названий много зависит. Вот это я когда вы это, у Иванова, да, Александра, по-моему. Блуда и Мудо. Ну, вот, блядь, как это назвать? Блуда и Мудо. Ну, мне порекомендовали, я начал читать. Прикольно. Ну, оно там все расшифровывается, но он из аббревиатуры, блядь, сочинил название. Тики Джофелинович Тузимунов, Александр Журавлев. А у нас, видите, как пересекается. Значит, первое... Понимаете, мы делаем что? Роман или писателя? Писатель круче. Надо писателя сразу планировать. Получится Роман хорошо. А если получится писатель, еще лучше. И поэтому у нас, видите, тема накладывается. Уже хочет он писать про космос, наш писатель, еще не обозначенный. Он еще не вылупился, а уже оттуда стучится и кричит. Хочу писать про космос, потому что получается у нас, кто там? Жука-мух. Звезда-жук у нас получается. Тики Джофелинович Тузимунов в качестве персонажей. И Лайпсник. Та бля! Звезда-жук опасен. Такое вокруг. Он милый, но тем он и опасен. Он абсолютно не похож на жука. Но почему его назвали Звезда-жук? Вот загадка. А разгадана она будет впоследствии. Представляете, герой видит Звезда-жука, да? И начинает гладить ему по шерсти, а тот мурлычет, блядь, ластит со всеми своими тремя ногами. И, блин, что-то там даже пытается сношать его ногу. А потом оказывается, что не зря его так назвали. Но я пока не придумал, почему Звезда-жук. А так-то он, да, опасен. Потому что, когда самки опасны, когда месячные у них наступают, она распространяет ядовитую бациллу, которая превращает человека в свиноподобное хуелло, блядь. Он становится похож на Путина. Если Абрамович, тогда не обрезки, а обрези. Обрези. Андрей Иркут. Ну и это тоже в копилку пойдет. Конечно, как же мы без обрезанных обрезей. Звезда-жук разбушевался. Неплохо, неплохо. Неплохое начало. Тут можно и хайпа срубить на нем, да? Потому что, а как же, оно же не такое уж часто встречающиеся в литературе, в киноискусстве слова разбушевался, да? Кто-то будет этого фантомаса искать. Такое вокруг. Написал нам три улыбки. Три улыбки. Берем в одеяло. Учку-дук. Три улыбки. Три банана. Так, Дмитрий Воронцовский. Через несколько часов кольцевое солнечное затмение. Вопрос Эдику. Откуда, по каким формулам вычисляется точное будущее события космического масштаба? Ох вы, Дмитрий Воронцовский. Давайте я ваш вопрос прям в будущий сюжет. Прям перенесу и зададим нашему уважаемому... Там же будет у нас уважаемый ученый. Зададим ему этот ваш вопрос и посмотрим, что он ответит. А он нам что-то ответит интересное. Потому что вы хорошо сформулировали. Представляете, звезда Жук говорит профессору Кобальду. Через несколько часов кольцевое солнечное затмение. Вопрос Эдику. Откуда, по каким формулам вычисляется точное будущее события космического масштаба? В кабине повисает неловкая пауза. В конце концов профессор спрашивает, а где здесь вы видели Эдика? А он поднимает палец. Вот так делает. Вот он. Хуйня какая-то. Но ничего. Но у Хармса и похлеще было. Так, ну что, ладно. Давайте еще последний вашей версии. Остальное все в комментарии потом. Звезда Жук никогда не был на Луне. Конечно, он на звездах был. Я не тролль, я просто глупый. Дмитрий Майоров. Летающая колбаса на летающие тарелки. Можно я это тоже? Не, не то и как это можно. У нас же там книжка будет наполнена юмором, какими-то веселыми шутками, розыгрышами, какими-то новогодними сюрпризами и прочим говном. Говно катает, потому что... Говно катает, куда? Говно катает, потому что... Александр Журавев, куда? Десять, два, четыре, шесть. Да вас всех просто надо брать под копирку и сразу в одеяло наше заворачивать, полу какой-то. Десять, два, четыре, шесть. Десять, два, четыре, шесть. Десять, два, четыре, шесть. Хорошо, принимается. Пригодится. Это информа уже нашептывает. Мы даже спорить с ней не будем. А народы в ластах там будут? Теперь уже будут, Ричард Пассос. Ну куда же деваться? Потому что я вас скопировал и зафиксировал. Обязательно. Целые народы будут в ластах. Это будут ихтиандры. Тень монитора. Эвана Чо. Ихтиандр не погиб. Он пошел, выебал всех рыб в океане. Сбежал от профессора, трахнул всех. И появились вот эти ихтипоиды в ластах. И они решили власть захватить. Прям в ластах вообще на всей земле. Но звезда жук. Он за нас. Тень монитора. Эвана Чо. Оказывается, все самки в эти дни опасны. Ну да. Видите? Это я не придумал. Это она сама так сказала. Шалом алейкум фантомасы. Один нам. Давайте мы вас в одеяло завернем. Пока не знаю, куда это вставить. И шутка Пяткин. Я кино про звезду жуков смотрел. Интересное. Вставляем. Особенно после этого нужно закончить как-нибудь сцену. Вот на этой красивой ноте. Мы же можем сразу сценарий писать. Нас пока ничего не сдержит. Нас сдержит. Мы забыли. Или он уже по факту состоялся. Раз споров нету, то у нас уже космонавтович уже готов. По сути. У нас еще отчество не выбрано. То ли он Абрамович, то ли Вильзиулович, то ли Нефельхимович, то ли профессор Кобальт не забыть. Отлично. Спасибо, кошка-кошка. Я что-то сказал и так забыл. Кобальт. Причем кобальт, блядь. А, так понятно, почему я этих кобальтов сегодня штук, блядь, с 500 уебенил. Кобальт-минерал у нас есть просто такой. Звезда жук молча закурил. Ну, это из контекста. Ричард Пассос. Я не знаю, надо весь контекст переносить. Но смешно, конечно. Молча закурил. Конечно, смешно. Все равно смешно даже и без контекста. Ночью солнечное затмение. Это интересно. Ночью солнечное затмение. Это интересно. Даже не знаю. Ну, я перенесу. Что уж. Ладно, все. В одеяло. Мы же потом не знаем. Оно нам пригодится. Понадобится что-нибудь вставить. Очень мне понравилась эта шутка, когда то ли в каком-то ситкуме, то ли в фильме два героя спорят, там что-то говорит один другому, а потом говорит. А здесь должна быть шутка. А здесь должна быть шутка, но я ее не придумал. Так хорошо получилось, потому что сценарист сидел, писал, думал, думал шутку, а потом так и написал. И это получилось очень хорошо. Космическая сомнамбула. Хорошо. Космическая сомнамбула может рассказ, да. Парадокс 7. Ну, если ляжет, прям можем... Можем рассказывать, да, попробовать свои силы. Наточить, так сказать, перо. Небольшой рассказик с интересной фабулой, чтобы никто не догадался. Космическая сомнамбула, космическая охренея капитана Булдзи. 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 Это хорошо само по себе. Булдзи. Там же у нас кто был? Хмер какой-то. Сейчас, 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 я скажу. Это его, да, это его подруга. Они с одной планеты. Лайптс. Никт. И, значит, подруга его Булдзь. Просто Булдзь. Позвал он ее. А потом где-нибудь там в середине, получается, что ее зовут, оказывается, Булдзи Посейдоновна, например. Да, что у нее отчество есть. И что она вообще-то русская. А при регистрации ей задавали вопрос на межзвездном языке. Она его не выучила. И под нее пытались добиться имени. Она все повторяла. Блять, вы заебали. И так ее и записали. Блять, вы заебали. Блять, вы... Вот такая фамилия. Такое. Заебали. Нет, ее будет писать написано... Было отдельно. Булдзи. С маленькой, значит, ВИ. И с буквы С. САИПАЛИ. И они будут думать, что она каких-то княжеских кровей, потому что это как вы, как ВОН, как ФОН, понимаете, да? То есть, как Ибн. Блять. Слушайте, даже отрываться неохота. Вот так интересно книжку писать всем вместе. Я не тролль, я просто глупый. Куда звездожуку на звезды, если про Луну даже наврали? Он диванно-космотый звездожук. Так, это будет тоже, значит... Это будет у нас тоже персонаж. Так, а мы можем вас же вставить вместе с... А мы можем всех вставить вместе с этими... С никами. Ребят, ну а что? Славы, блин, всем хватит. Такой персонаж, который всегда говорит, прежде чем что-то сказать, он как бы извиняется. Он говорит, я не тролль, я просто глупый. Видимо. Куда звездожуку на звезды, если про Луну даже наврали? Он диванно-косматый звездожук. На что звездожук обижается и говорит, поправляя трусы с буквой З. Да, у него же трусы или майка будет, да, там, красная, что там? З. Сейчас, вот у нас комикс уже получается, да? Звездожук. Звездожук положительный персонаж, сука. Звездожук, полетели, Банос, спасать мир. Звездожук катает детей на санках. Нет, лучше на спине. Нет, у него что-то есть. Да, у него что-то есть. Оно должно иметь две функции, значит, для функции перевоза седоков и функции деторождения одновременно. Так. Такой лингам звездожука, пока напишем, да? Жука. Надо его будет нарисовать. Если кто нарисует... Дим, ты не можешь Сашу попросить? Может быть, она так на досуге начеркает, как же бы он мог выглядеть. У него есть нечто, да, на чем можно сидеть. И одновременно... Понимаете, да? Кобальт не чёрный. Отлично, отлично. Не чёрный. Кобальт не чёрный. Но! Но, 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 но. Надо, может быть, чуть острее. Может, Шварцененеггер. Сейчас я запишу и посмотрю, как это... Я так в ваше перевел. Шварцененеггер. А чё, хорошее слово получается. Там сначала подумают, что опечатка, а потом... И будут читать сначала Шварцененеггер, а потом поймут, что, блядь, они всю книжку прочитали неправильно. Потому что, ни хера, сейчас я вам напишу это слово в чад. Смотрите, какой длинненький получилось. Какой, какой гугль получился. Ван Лун Тики, ты заипа ли, блядь, это два китайских шпиона, он и она. А, Ларсон, ну вот мы уже начинаем вступать в спор. Почему-то вы думаете, что они всё-таки китайские шпионы. Ну, пускай, пускай, пускай. И пока зафиксировал. Я всё фиксирую. Так что тут не вырубишь. Звезда Зжук просто всегда уставший будет. Вот как вы ему добавили, хорошо, Александр Журавлёв. Как вы ему милоты-то добавили. Ну, какой же он уставший, он же всё время борется за мир. Ебать. Ребята. А я же вам сейчас скажу, и вы же тоже порадуетесь. У нас будет, как это называется, когда есть прообраз, да, из которого делают. Вы уже догадались, кто у нас будет прообразом Звезды Жука? Ну, реальным. Ну, напишите мне. Я хочу, чтобы вы догадались из реальных, ещё уже скажу, из реальных политических персонажей. Ну, ну, это же очевидно. Заскоро-бею. Так, заскоро-бею, Андрей Воронов. А я прочитал сначала заскоро-бею. Заскоро-бею. Так, сейчас я напишу, сейчас я уже запутался. Я понимаю, что тут словотворчество. Ой, как мы сейчас придумываем. Так, кто траву за звезд дожучил? Кайте, колитесь с репальней. И долл мастер ТВ рассмешили. И хорошо, надо все вещи запоминать, которые смешные. Потому что можно один раз посмеяться на... Знаете, у меня мечта написать такую же добрую-добрую книгу, чтобы человек, когда её... Добрую, главное, смешную. Чтобы человек, когда её читал, просто обосрался от смеха. Вот прям реально обосрался. Можно так сделать? Вот чтобы не умер, как у этих Монти Пайтона, а вот просто хотя бы обосрался. Или хотя бы надул в штаны. Вот тогда я буду считать, что миссия выполнена. Наша с вами. И мы можем закрывать лавочку. Тогда мы придумаем смех оружия. Смех оружия. Смех оружия. Смех оружия, блядь. Смех оружия. Ей, это лучше даже, чем Михал Оскар. Смех оружия. Смех оружия, блядь. Алипират, Алипират, здоров. Я вам прям специально говорю. Мы пишем книжку, и что-то нас даже заприколбасило. Я смотрю, народ творчества. Мы сначала начали нам псевдоним автора, но он у нас родился уже и не хочет помирать. Он сказал, он правда отчество ещё не выбрал. Я вам сейчас скажу, как его зовут и нам напомню. Литаутос. А, не Литаутос. Космонаускас. Это фамилия автора. И дальше у нас главный герой пока получается звездожук. Вот. Так что присоединяйтесь. Саипали, это то ли китайская, то ли русская шпионка, потому что зовут её Блдь. Ви-са-и-па-ли. Эстонно-итальянский ахент инфа 146%. Хорошо. Так, это пойдёт в текст. Пойдёт в текст. Это всё пойдёт в текст. Инфа 146%. Я бы сделал 99%, а где один потерял. Так, 99, сейчас напишу в скобочках, будем думать. Да. Это для диалога. Так. Заскоробил. Да-да, это мы уже написали. Дальше. Чебёлк. Ой, как много, ребят. Ну всё, вас теперь не останавливаешься. Приятно. Да, Алипират, Алипират. Ну, конечно же, конечно же. Я вас прям сразу и вставлю, чтобы вы в историю попали. Конечно же. Егор Жуков у нас будет этим прообразом нашего персонажа. Мы будем строго ориентироваться. Мы будем брать из него цитаты. Ребята, давайте из него цитаты и будем туда вставлять. Он будет иногда не в попад говорить. Или в попад, в общем, так многозначительно. Глядя вдаль и молча закуривая сигарету. И молча говоря, ну какие-то там... Вполне возможно, что он молча разговаривает. Он же может транслировать мысли. И это тоже. И это тоже делает его особенным в наших глазах. Да, и мы... Прямо там мы напишем в посвящении. И посвящается Егору Жукову. Бессменному или что там? Непременному борцу за свободу образования. Ну, что-нибудь такое. В общем, ну, что-нибудь такое, да. Трольское такое что-нибудь. Тогда они прочитают. Суки, блядь! Кимчин Ир. Кимчин Ир. Ир. Это хорошо. Ир, ир, ир. Ир, 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 ир. Ир, ир, ир. Хорошее слово, да? Не худ, чем Ку. Ку даже так себе. Среднее слово. Ир, лучшее. Это как будто это подражание какому-то межзвёздному, да? Что-то на межзвёздном означает. Ир, 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 ир. Знаете, я читал какую-то переводы Конан Дойля в старом варианте, где с ятями, да, книжка. И, ну, может, не Конан Дойля, ещё кого-то. Неважно. И там все, когда по-французски говорили, они говорили на, ну, русской транскрипции, и они говорили вуй, всё время вуй, вуй, вуй. У нас, ну, уи, да, уи, ну, так и учат в школе, и всё. А они всё время писали вуй. Поэтому, в чему я это вспомнил? Потом разберусь. Надо сначала вас зачитать. Наваль, нет, генерал Бардак. Вот Алипират угадал. Жуковский, ну, нет, Егор Питая. Всё, уже проехали, да, не буду зачитывать. Так. Эдуард, ты сериал «Мандалорец» о маленьком Иоде не смотрел? Не смотрел. Но на всякий случай, если вы уж так написали, видимо, придётся нам в одеяло пока завернуть, а вдруг нам что-нибудь напомнят. Так, нет, всё, пропускаем ваши все. Я устал, я косможук. А зачем нам косможук, Дмитрий Майоров? У нас уже есть... А, так он же и косможук. Фу ты, ёлки, я уже запутался. Ну да, конечно. Но я думаю, что так и откровенно не надо будет вставлять. Мы будем об этом помнить. Но произносить это не надо вслух. Это слишком очевидно. Но если он будет постоянно произносить первую часть этой фразы, типа «Я устал». «Я устал». «Я устал». «То-то да, второе они додумают». «То так стопил». «То так стопил». «Мы тут сидим и скоробейчием». «И тут что ли, Мальцев?» «Что-то вроде Лёма». «Так, что-то вроде Лёма». «Так, хорошо, отлично». «Пишем, что-то вроде Лёма». «Что-то вроде Лёма». «Такое вокруг». идиот только надо букву и найти теперь так где она у нас тут что ли да стал что-то вроде ли гротеск понимаю это каком-то фильм был очень хорошо сказано тот выслушал без тени на лице да в этом что ли курьер да когда мы послушал так гротеск понимаем два китайских шпиона это как петров и баширов забыла как эту парочку звали а да и мы их тогда это самое там запилим в этом чтобы их узнавали до чтобы их узнавали не то стол не китайские шпионы мы все время берем каких-то мощных надо каких-то смешных шпионов и всем объяснить что разведка например бурундии это пиздец и все шляпы снимают сразу все разведки мира говорить только не произносите это название они настолько секретны что даже название самой разведки никто не знает только не бурундии придумайте смешное государство чтобы она существовала реально вот как война с албанией вот кто будет было разведчики они будут конечно будут да из какой-нибудь как потому флоризеля а кстати бакарди тоже может подойти потому что ее давно не был на горизонте да там еще мы можем и флоризеля вспомнить да и сказать ну а как же флоризель у нас в полно бакарди все-таки выдуманная до космос жук выло о выло ну я боюсь мы слишком политизируем си нам его жуков на нужен только постольку поскольку я конечно запишу ну чтобы мы в эту сторону не уходили слишком сильно потому что мы пишем на века это все выло все это приходящее люстрации люстрации вскричал косможук у меня украли 10 5 андрей воронов сейчас я зачитаю извините люстрации люстрации вскричал косможук у меня украли детство и образование класс класс да класс видите вот это называется лихорадки летним зимним ночью я и ваш класс тоже тоже возьму марсом это все сюда пойдет все все в косможук у нас персонаж такой он же сквозной может быть как куда там как у лена какой-то там профессор труд или там этот район тихий да и все время одно и про него он какой-нибудь такой заебись хорошо дмитрий майор клич боевой клич боевой клич сейчас 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 бетельгезинских косможуков бетельгезинских косможуков да заебись боевой клич ну вы еще придумайте туда еще как этих чё я сказал бетельгезин даже писать полностью не буду косможуков джеронима заебись на жипокляк то понятно но тут могут две самки подраться жипокляк ты что же вы вы меня сегодня заставить обосраться с вашими шутками вы такие смешные я вас должен слушать они вы меня было я уже записал этих блядь а ты слышишь евгения манзотти давайте я тоже запишу в этот но я может что-то и пропускаю потому что много чем-то написать тоже запишу в одеяло блядь так они будут разговаривать да между собой ну кстати смотрите мы сейчас из классики тоже надергаем свое время этот как его бирже здоров как заводной апельсин механический апельсин у него там в будущем подростки да в этом пост пост будущем подростки ругались просто русскими словами и так и там и писалось без перевода а слова были самые простые до ругались они как будто были ругательства и мы точно также можем вот использовать наоборот да вот эту речку смажу чину и скорову и скорову и надо и побольше добавить вы прямо нас по этим по названием если побольше добавить то у нас получится получится такие знаете они очень обижаются если вот я поставил сколько тут получилось у меня 7 и а обязательно 7 надо писать да потому что дать есть написать другое количество то это получится какая-то хуйня как в том анекдоте можем анекдот конечно своровать ну хватит так мы чат уже влекли сейчас хорошо я прочитать из тесла же поклякс популара и мстила кракожуку и чебура чебужарки чебужарка 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 да у нас просто персонажи надевать некую но в принципе они могут появляться исчезать нам же насрать на это классическое чебукабри чебукабри да конечно чебужарка это двоюродный брат чебукабри ну все правильно даже без чебукабри то а чебукабри диктатор 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 чего еще пока ну сами придумайте там потом дальше чебукабри это диктатор в общем он диктует что-то илья ерзенки англик стрирует под себя я просто это я вас сейчас кучей всех вазиленда разведчики вазиленда связи ленда вазиленда да отлично отлично и виталий пинчук и идолмастер тв так у ползун спелевики глядь да что ж такое сейчас погодите я вас всех выделю сейчас я не могу так ничего упустить правда я не знаю как это мы все будем потом читать ну попробуем тогда я сразу вниз я потом все равно прочитаю знаете что я сделаю можно же в комментарии все перенести да я не знаю сколько там строчек потом наверно надо в комментарии просто переписать то что я отсюда переписал для того чтобы люди там еще тоже обсуждали я устал его ползу ну что ж такое у нас все люстрировать под себя шпилевики ползун шпионы шри-ланки или тибета тибета особенно хорошо шри-ланки или тибета да скорее всего выбор даме шутка пяткин выбор должен быть обязательно я уже все скопировал то есть это еще не ясно не ясно это кто-то не из двоих мощнейших разведок мира либо шри-ланка либо тибет блять третьего недавно вся эта дичь происходила во времена тоталитарного ждеца разведчики вазиленда страна полюбания разведка новой зеландии тогда разведчики вазиленда вазиленда тринедат и табага хочется сказать средний дат и собаку ну давайте мы а то я все это записал так жука питомник сначала надо так это я скопировал разведчики вайшнори строчка это сколько ну как мы решим строчка может быть любая мы еще вообще псевдоним мы уже заскочили нет на сейчас ребят мы сейчас будем заканчивать надо отрезать как колбасу мы сейчас будем заканчивать потом будет комментарии потом будут переборы потом но я не знаю я в комментарии напишу если у вас какой то есть прям кусками можете писать и мы из этих кусков будем какие-то сборища собирать и потом попробуем все это вывести но он должен сам о себе сказать должна появиться пока что у нас писатель его главный герой мухожук может быть он почетный мухожук на всякий случай мухожук вазиленда вазиленда да вот здесь вазиленда вазиленда он сам не из вазиленда 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 ой блин ой я сегодня буду наверное много плакать во сне иллюстрации ну чё же вы не пишете вы же будете аверченко и мы вас туда сделаем аверченко иллюстрации ну я не могу это не зачитать здоровые подлинники так и сейчас тоже все возьмем и долл мастер написал иллюстрации кричал свихаил метов но свихаила метова я еще пока надо подумать слишком явно нет конечно достаточно иллюстрации все неважно кто это кричит это может ему хожу кричать это все ему позволено кричать потому что он уже у нас собирательный образ там егор жуков и все вот эта молодая порсель по порсель поросшая молодая порсель 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 хорошее вот тогда вот так вот видите как куча это войск войск саранчуков вооруженных аналогов нецкими стаканчиками не надо нас выделять мы уже выделились однажды хорошо или профессия такая шпилиолог сохраняется обычно нет я сейчас записываю все там он длинный среди даты собака до домашнее задание отчество автору отчество автору отчество 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 дмитрий майоров главное побольше колбасы помню васильевкин пошутил когда играли футбол тринидад и табако против англии мол против англии только двое играть александр шуравлев хорошо надо это тоже спиздить у него так вы у него эдуардович по-любому ну да возможно да это будет достаточно смешно но не ненарочито и в то же время в этом будет история хорошо александр журавлев пока принимается но если будут возражения мы выслушаем их комментарий о как проснулся тут эфир а вы представьте сколько будет комментариев а вы представьте тес тесла в дмитрий майоров главное побольше колбасы когда жопокляк лишил зубов всех существ на планете то колбаса прекратилась таковой быть причем это было осознанное решение да и и осознанное субъективным это было ее субъективный но осознанный выбор вот так я добавлю к вашему это был ее осознанный но безусловно субъективный выбор я представляю что там генерал бардак какой бардак так хорошо хорошо но зубов зубы я бы оставил чем другого надо лишить крайне плоти блять опять слишком слишком получается прямо да я так запишу на всякий случай стоп стоп ребята конечно же не крайне плоти конечно же не крайней а как минимум средней когда жопокляк когда жопокляк лишил всех существ на планете средней плоти то колбаса прекратила таковой быть ну это был и осознанный но безусловно субъективный выбор но там еще поработаем жопокляк жопокляк куртар существ на планете средней плоти отлично тогда это будет уже тонко да тонко будет это так чё еще все ребята давайте заканчивать я прям вот должен отрезать потому что мне потом все читать давайте все в остальное давайте в этот так шпилиолог все мы запомнили шпилиолога да что-то мне это напоминает ежепетруча и чудо только не напоминает должно все напоминать можно по отдельному комменту на имя персонажа можно да можно вставлять вот так как вот в таких документальных романах чтобы вода там или как вот 17 мгновений весны до какой-то такой-то произошел на такой-то такой-то истинный патриец что-то не на это же будет в лоб ну придумайте ну только не летал скос эдуардович космонаускас не лютал тасс не летал тасс космонаускас надо это не путать александр журавлев потому что это очень важно не летал тасс космона эдуардович космона потому что эдуардович еще нам и циолковского тут напоминает очень все хорошо так я все вот ничего не хочу пропустить остаточной плоти предлагаете ну давайте я все я все сейчас зафиксирую остаточной плоти остаточный остаточный это да этот а может просто остальной как остальное тоже хорошо средний да на средний да получается несколько технологично а вот остальной остальной то остальной или остаточной остальной остальной плоти остальной да да как сказал один мой знакомый еврей почему еврей не знаю но хотя говорил хорошо очень говорил не знаю дай бог говорит старенький уже был гейзер владимир как же его вениаминович когда комментировал взрыв одного бандита говорит зашел бандит в подъезд нашего саратовского зашел он в подъезд а с ним телохранитель а так щекартает хорошо с ним телохранитель и это бомба взорвалась и телохранитель и отрывало ногу а бандиту все остальное вот это именно остальную плоть но посмотрим я угораю но ничего в голову не приходит пока так наталья лакина вот это мы должны вставить вот прям это вот не приходит вот это и хорошо вот это и хорошо да это мы можем ставить лишнее плоти хорошо думаю не головой жопой надо да и предсказуемо устал все все правильно надо отрезать у последней плоти все забираем последнюю плоть лишенной лишней плоти лишенцы так как назовем лишенцы есть некрайний то не по я уже не знаю куда смеяться ну хватит что ли ну самом деле но есть не крайне то не последний вот она творчество масс ну разве мальцев будет такое творчество масс ну максим чё не напишутся блять чё там блять пидорас наебас ну в общем ладно не будем критиковать соседей по цеху плотный край да ну я уже все ну все-все-все-все-все ай блин ну не дайте мне обосраться прямом эфире маленькой плоти все вот я от вас от лайрса нефья отделяю и все вот кто попадет вот в это все лишнее плоть у нас уже сфиксировалась и все что вниз пойдет пойдет тоже в запись я потом почитаю и вам выложу и вы будете смотреть угорать и вам будет чего-нибудь в голову приходить я надеюсь до свидания вы меня сегодня повеселели большое вот кстати по поводу блин ну ладно но по поводу этого нашего звезда жука рождается некое значит его некий портрет и вот один из его одна из двух его особенностей такая одна из его многочисленных положительных особенностей такая звезда жук мог одновременно думать о двух вещах не больше не меньше собственно кто такой звезда жук блин скатывайся ртинг он уже он уже в голове у меня в виде информы поразили поразили вы мне подсадить а в голову давайте попозже марина барабаш псевдониме мирокряк всем миром накрякаем книжонку или смысаед не легитиматус и северный персивер бардильеру фигович мыслеобраз дверю к вич фейка вич мысли формы эдуардовна информа девикович для популяризации все берем в одеяло все в одеяло кладем мешок и пяткин звезда жук любил старую добрую музыку колумбийский шансон и мадагаскарский хэви-металл современная модная музыка вроде гвинейской польки или албанского рэпа вызывал у него раздражение записываем тему записываем так это уже музыкальные предпочтения звезда жука так хорошо сергей представляю себе книгу абсолютный ветер или приключения слона в теле таракана не летал стас космонавского как мы выдумали 1 лунные программы ли чего все начинал часть 1 вакуум в штанах так хорошо лунная программа или с чего все начиналось лунная программа и другие приключения шурика сандерси настолько устал что с трудом втягивал дым а выдохнуть уже не мог вообще смерть могла наступить от передоз никотина но приступ кашля вернул бедолагу жизни в копилку идти прям тексты уже рождаются перед 68 разведка вишнурии да слушайте надо нам и вишнури вставить обязательно как же как же я себе представляю даже книгу на самом деле а чё и такой автор просто перечислим все ники там да и вот автора этот а черед книжку она стоит быть ничего издать и хотя по экземпляру на руки да можно и по 5 раздавать авторские чё если приличный тираж она и стоит быть недорого если это самое можно и вот понимаете вот у меня есть книжки описательным себя назвать не могу пока книжки не туда поэтому одну на всех издадим и каждый может назвать себя писателем поставить и описатель там придут девчонки или мальчишки с ряды кто я писательница да ну а чё ты написал вот эту книжку ну соавторстве да и еще пятьдесят человек и хорошо но и хорошо правда же андрей ворон в жопокляк против прототип латынины о хорошо тайна влюбленная в юного ежу и горжу и горжу к с навязчивой мышлею лишить его бескрайней плоти еще без я пирога не не без я пирога не не без я пирога без я пирога без я пирога без я пирога нас ветка лишь 0 и блин даже поклякает как слишком явно но прототип латынины их уже хорошо авокадо дьявола писатель насек не бывалович луня 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 хороший не вы знаете вот как раз и у валерия попова писателя да у него как раз очень хорошо с этими фамилиями нах там в ряд ставят всякие и просто смешно их читать ну там пришли на вечеринку пришли начинают перечислять они так поставим еще по отдельности еще это отказание вместе стоят это просто какой-то ёбаный пиздец блин ты читаешь и и они смешные становятся палкин алкин галкин классические из зал кинда писательница вселенной небывалого алла аполлон нелеталов это кто просто она тоже писатель писатель внук писателя внук писателя толстого так аполлон небывалов ну к писателю толстого не леталов внук писателя толстого это он нам на книжке напишет это как ее знаете там отзывы когда пишут на вот ну типа там строчкой 1 до просто так и напишем что вот о нем хорошо отзывался аполлон нелеталов внук писателя толстого какого толстого не будем уточнять просто писателя толстого блять а вот еще имя сектан бо или бабу сектов да что ж такое мурия невербин так мы же хотели попозже заняться после перекура книжкой тут ну да ну а куда ж деваться нет там я уже много чего я собрал все это ваши в кучку кое-что уже вошло кое-что там еще осталось ночью счет уже проистекает с этим звезда жуком мне даже к его руку кого его прототипу стала более теплые отношения когда я понял что когда я понял что впрочем звезда жук никогда не знал своей родной матери поскольку родился на другом конце галактики и у совершенно другой женщины вот когда вот эта строчка появилась мне стало жалко и горы жукова не знаю почему вам нет и это хует ах как хорошо что-то прям приятно даже лишний раз прочитать да вот так в контексте где-то вставить сказать у вас есть и это и это хуета тоже мне кайдай нашелся миссис лафон афенбах а еще раз прочитает стишок он хороший я укорял прочитал если утро наступает в 3 через два часа уже зажгут фонари уже кончится глаза глаза подводит уже кончился день и а я только встал а я только что встал и уже устал чё-то это за цитаты я и не узнаю пуля летит на крыльях случайности скоморох так можно и это я сейчас все звезду жуку можно он там скажет он иногда произносит многозначительные фразы такие которые заставляют людей задуматься о многом вот одна из этих фраз будет пуля летит на крыльях случайности многозначительно сказал звезда жук и молча закурил сигарету миссис лафон афенбах это русский рок-н-ролл блин ну а почему ну вот ларсен ну вот все в копилку идет но представить это все в диалог хорошо вы понимаете все можно вставлять в диалог ну вот она звезда жук обсуждает с лапсом с лайпсом никсом значит культурные традицию традиции источники русского рок-н-ролла и они обсуждают никого мстислава фон афенбаха какого мстислава какого афенбаха не того который берлиоз да федор дядя мстислав афенбаха песня безозвестной любви к родине альбом лучший я тоже люблю очень это и и пожалуй да это вот его вся квинтэссенция все там собрано собрано все и вот даже вот это на улице ленина блядь такая какая-то я себе представляю я в детстве я маленький иду с мамой за ручку по улице ленина смотрел последнего шандеровича владимир кименко последний шандерович так еще раз я тут уже библиографию написал значит цикл рассказов последний шандерович из шандеровичей это еще один будет его приключения в космосе последний шандерович и называется порно жук нет порно жук не надо этого и нам же нашим дети тоже могли приобщиться к высокому искусству звезда жучества а звезда жук же в переводе на американский язык будет старбак да но космобак еще интереснее буду звучало но по-русски все-таки косможук хуже чем звезда жук рок-н-ролл бывает только английский все остальное рок-н-ролла как-то самая ситрина дмитрий цепку а я вот вспоминаю случай интересный когда по моя вы опять все время могу спутать но с родом стертом по моему бэгэ дружил да и вот он как-то рассказывал историю что мы там как-то бухали они там пели и я им спел рок-н-ролл на русском языке и вот этот в общем очень удивился и сказал что интересно рок-н-ролл надо слушать на языке которого не понимаешь это для нас да я согласен потому что это он в по волшебному звучит а если еще смысл там услышать ну говно какой-нибудь в основном рискался за разницу он ничего чем и нахер нам надо знать что там же трагедия произошла рок-н-ролл калифорния так что и такая вот точка зрения интересно сергей крокозябра это любое существо или предмет неизвестный автору а я думаю что это все таки больше относится к искусству чистописания но в смысле плохо написанные буквы и как только звезда жук объявила своим желание стать президентом все и раме и большие и малые все женское население стал мечтать о замужестве с ним и титул звезда жучки а я бы вообще его сделал скромным супергероем мне кажется мы зря из него сразу будем лепить но такого национального героя зачем нет он скромно пришел он штирлиц такой понимаете вот такой типаж нам ну как-то он мне выглядит как информа да он пришел увидел победил и ушел и никто не знает и никто даже не узнал вот как звягин например да никто не узнал зачем ему президентство наша задача в чем чтобы его звуков прочитал это наше произведение понял что ему нахуй не нужно быть президентом лучше бороться за справедливость во всей галактике период пизду и галактику борись там за справедливость уважаемый его звезда жуков кефир сегодня у эдико да инженер галин а вы нам когда этот покажите свой знаменитый гиперболоид и в конце концов на вопрос ответьте потому что мы до сих пор вот ломаем голову с одна тысяча девятьсот восемьдесят девятого года я всю голову сломал у вас какой гиперболоид однополосной или двуполосной ну потому что решали эту задачу до цент твердохлебов не мог решить эту задачу доцент твердохлебов высшая алгебра ну чё же мы гадаем а у нас тут весь инженер галин сам лично сидит скажите однополосной или двухполосной не томите душу ларса на и фил такое вокруг ага с хитрым ленинским прищуром с хитрым ленинским прищуром да 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 человек с хитрым ленинским прищуром можно даже без хитрого просто с ленинским прищуром ну как же но он с ленинским прищур ленинский прищур а что за косможук не на не на у нас эксперимент творческий мы сочиняем произведение искусства чтобы его читали и не косможук а звезда жук на самом деле сейчас мы как раз плавно переходим в клуб писателей мы хотим написать книгу потом скинуться и сдать ее чтобы у каждого было какое-то количество экземпляров и он мог раздавать как настоящий писатель то есть мы всех отметим кто участвовал и как настоящий писатель подписать я сейчас не собираю деньги на книжку даже не собираюсь собирать это если кто-то решит что такое действие возможно если книжку мы напишем пока видится это цикл рассказов ну давайте я вам так иди как и сможу захватил нет а мы сейчас поговорим про миссию потому что бросая в воду камушки гляди на круги ими образуемые иначе это будет пустою забаву и чтобы не было пустою забаву и мы сейчас придумаем миссию этому звезду жуку то есть на миссию в нашем мире это же информа что он должен сделать для нас для наших планов для технологии народа власти для революции именно конкретно вот читатель прочитает что с ним должно произойти понимаете без лозунгов нет без ничего прочитал посмеялся или поплакал или там задумался и сказал все я понял так жить нельзя ну сейчас я буду излагать сосиски от колбаски которые болели если миссии звезда жука добиться поставок картофель штата колорадо во все уголки вселенной сожители сисек сожители сисек сожители сисек так погодите погодить давайте немножко посерьезней сейчас это все понятно где-то тумберг перестрелки привязать перестрелки на руку на лубянке давайте ее на в нашу книгу поставим тоже в виде кредит или эти тумберг ну чего нибудь час да но я думаю вы поизвращаетесь да да это наша версия голубородь когда владимир племенко по поводу миссии звезду жука это одно погодите главное нашу миссию зачем мы все делаем и вот тут как бы ну давайте по порядку смотрите я собрал все в кучу чё получилось но так более-менее сборку осуществил итак у нас автор не ели то утас эдуардович космона усказ я букву и добавил не не лето утас а не лето утас ну для пущего пущей фигни так автор не лето утас эдуардович космонаут сказ писатель фантастики автор цикла рассказов о звезда жуки я думаю дари не надо в родительном и других падежах именно ставить на у это неправильно с точки зрения русского языка но звучит лучше звезда жуки звезда жук нет кого звезда жука о ком о чем а звезда жуки и так автор цикла рассказов о звезда жуки рассказы бескрайняя плоть звезда жук разбушевался народы в ластах корабль сомнамбула припуции и шпилеологи разведчики с вазиленда что-то вроде лема но и сегодня последний шиндерович и у нас или можно последний шиндерович им там как пойдет да это я выпишу потом в комментарии закреплю чтобы было видно вправить можно нету вопросов то есть вот уже рассказываю нас есть из биографии кое-что проявляется самого автора значит не или таута с марии это брат писателя пока что пока что вот все что у нас есть пока что у нас все что у нас есть на писателя теперь даже у нас на первый рассказ там получилось по сборке начала во первых кто такой звезда жук до звезда жук у нас кто же у нас звезда жук я же все это выписал кто он чем он занимается он противостоит злу ненасильственными методами противостоит злу ненасильственными ненасильственными методами звезда жук звезда жук это его миссия противостоять злу ненасильственными способами методами так как значит и как раз то что я вынес заголовок у него есть два основных инструмента оружие непобедимых это мирный протест и боевая логика вот по поводу боевой логики мы с вами должны договориться что же там как она устроена нам она самим бы пригодилась да а нам бы самим бы пригодилась вот но пока у меня рождаются такие диалоги можно условно говоря боевая логика это тайное знание которое он получил в горах кавказа неважно и его нельзя раскрывать и мы как авторы тоже не можем раскрывать это ну как бы приема боевой логики ибо если они ну мы это все можем описать ибо если они будут известны широким массам то наступит апокалипсис потому что это очень серьезные приемы они могут все поменять но частично они раскрываются в диалогах то есть мы не раз не говорим о том чем говорит звезда жук допустим когда вступает вот в войну до в логическую битву в battle когда он вступает мы его фразы не говорим но ответные фразы мы как бы фиксируем да и на основании этого можем сделать выводы что он там говорим он пример звезда жук привел оппоненту свой пробный логический выпад сам дурак ответил оппонент ну чтобы понимать да что он там говорит так еще у меня появляются какие-то космические евреи которые почему-то произносят с вас будет смеяться вся галактика и лозунг деньги сало деньги на это видимо тоже для какого персонажа да еще у него есть лицензия на забыл лицензия на массовые протесты он же должен ее периодически продлять так ну и вот начало сейчас я вам зачитаю потом все это будем дальше обсуждать потому что я пока не знаю что будет дальше бескрайняя плоть рассказ посвящается молодежи лайпсникт гашиш не курил и все-таки каждую сэкономленную мульку он старательно тратил на коричневое золото в кавычках дело в том что из него получались отличные шары для боулингама вернее сами по себе шары были как шары а кое в чем так даже уступали простым нафталиновым но черный от зависти лица других положенцев грели его душу когда он бродил между ними по кривоватой оранжевой дорожки пятизвездного боулингам клап вы произнесешь еще вот такое начало сочинил у нас в коллективном так сказать так еще что-то тут продолжение какое-то было ладно потом так но еще нужно фабулу какую-то придумать на самом деле это начало не обязательно вот смотрите как формально можно строить значит эту эту всю мешку можно допустим мы говорим что звезда жук держит одновременно держит две мысли своей голове не больше не меньше обдумывает до одновременно две и это может быть ну как бы построением повествование что она думает одновременно две мысли как бы два расследования ведет до или два действия какие-то производят но если так детективно и одно допустим относится вот к это непосредственно ситуация другой допустим относится вот к тому чем мы можем туда привнести если у нас есть какая-то миссия но например мы хотим свои версии отгадок ну как бы исторических загадок давать например он может параллельно разгадывать тайну каменных топоров но вот допустим мы зачитали это вот когда этот никто бродит со своими шарами по кривой дорожке да а дальше идет но не это сейчас интересовало звезда жука интересовали его две вещи и все и мы забыли про этого никто навсегда и так можно начинать любой рассказ ну то есть включать какую-то хуйню заинтересовывать там все смешал в доме облонских а потом вообще забыть про этих облонских нахуй их не было не существовало ну так для такого ну такой приемчик будет вот а в конце вот это мы многое узнали как соус парке да мы многое узнали вот главный вывод допустим не то что там он что-то сотворил крайнюю плоть кому-то там пришел обратно или чет там еще а то что он раскрыл тайну например каменных топоров или кири великой китайской стены или еще чего-нибудь да вот с плоти мы начали ну как-то там много смешного да на маленькой платье это вообще замечательная любимая песня значит там на этой планете где проблемы с как она у нас называют бескрайней плотью да там проблемы в том что миром правит плотократия плотократия не знаю чем она отличается это и сами придумать друг звезда шука это кукушка почему кукушка а лучший друг звезда шука а не на него я понял хорошо да мы же можем в определенный момент сказать ты куда поехала очень хорошо очень хорошо вот видите как вы удивились сразу поняли что к чему конечно же глаз народа кукушка кукушка встань ко мне блять можно я запишу да самому смешно стало встань ко мне задом кукушка кукушка блять ни на ни на мы с вами подружимся если вы меня не затролите мстислав фунафин бах вперед а потом обратно консервации времени это наш девиз но мы его закрыли потому что ты не оправдал мое доверие я распускаю сам распускаюсь упасть и подняться нет лежать раз упал так хорошо вы значит это я у меня была когда-то мечта это выписать его речи все-таки попытаться понять но вы ее услышали выписали да это же речь спартака насколько я понимаю мстислав из фильма игла до в исполнении александра баширова а мы ее ставим обязательно 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 вперед а потом обратно да по моему сначала вперед а потом обратно сказал или нет нет лежать раз упал хорошо хорошо да это будет речь кого-нибудь звезда жук хитрый любит голосовать не жена дмитрий майоров вот совсем согласен кроме хитрый мне кажется он все-таки положительный герой нет вы как его увидите но он наш супергерой вот он действует ненасильственными методами борется со злом уж со злом борется ну он тогда не хитрый а ну как-то по-другому дано это слово охранник запуга бы охотник запуга бы анархия мать порядка это вы нам напоминаете это вообще наш повседневный лозунг мы просыпаемся продираем глаза и анархия мать порядка боевая логика звезда жука в его правой ноге не упрощались нет боевая логика жука в каждой клеточке его организма содержится специальным образом модифицирован по боевую логику он любого может подвести под монастырь любого он может зажечь огонь протеста в любом конце галактики за одну минуту у нее лицензии есть понимаете на массовые протесты а если нужны массовые протесты он использует бабушку но при этом у звезду конец щек который можно подставить владимир клеменко а можно я вот 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 вы молодец можно это все перевернуть напрочь как раз у него три щеки должно быть так у звезды жука три щеки дополнительную щелку вот ему пришили когда он пошел в большую политику его модифицировали поставили ему раздвоитель логики который позволяет верить одновременно в две противоположные концепции и третью щеку возьми свет миссисла фону питаешь фенбах возьми свет и побольше практикуйте хаотичное добро девиз а хорошо 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 хаотичное добро до хаотичное добро все в общем сборка идет а вот я не понимаю как так получилось что чебурнет вырубили а мы тут с вами сидим и смотрим ну сидим и смотрим а чё почему говорят на голубом глазу хоро хороший вопрос вот а мы чё о чем и не разгадываем исторических загадок давно давным-давно почему говорят на голубом глазу голубой глаз может телевизору как-то относилась а может не на голубом может это уже туда как-то привнесено может что-то изменено звезда жук пытается попасть на луну как на самую недостижимую точку вселенной до владимир племенко есть такая секта понимаете секции секта пораженцев которые когда-то верили в то что американцы высаживались на луну потом узнали что это было невозможно потому что это самый недостижимая точка вселенной и при этом они настолько разочаровались что сказали что мы все равно будем верить в то что американцы высаживались на луну потому что мы отключили свою логику так я уже напутался отъехал или посмотрел на то что творится здесь отъехал другую реальность но не на украину хорошо так все это я выписал понемножку понемножку ребят не надо много то слишком много сейчас всего накидали но у нас сейчас пока надо миссию придумать во первых нам вторых ему миссию это главное ваше домашнее задание придумать ему нет то что он борется со злом это понятно вот миссию для рассказа конкретно что он делает при чем тут вообще это бескрайние плоти чё там вообще происходит на этой странной планете где правит платократия по всей вероятности это выражение происходит от жаргонного голубым глазом смотреть безразлично холодно холодно равнодушно не знаю а может телевизор голубым глазом не потому что там врут и говорит на этот вред как телевизоре под кролом звезда жука о чем-то поет зеленые море тайги а что будет если звезда жука прихлопнуть сапогом и потом с него звездную пыль смахнуть рукой а сапог потребуется 86 размера он все-таки у нас чувачок ты не мелкий же даже кадет недвойственности при том думать две мысли одновременно иногда когда хорошо отдохнет может находиться в двух местах одновременно да нет не находиться виталий пинчук часть его можно послать в два места одновременно железные щега олигархи помню был фильм экзекуции люди вперед и только вперед а это мы уже читали они дальше а потом наверх потом обратно вниз мы найдем здесь порядок каждый из нас это один но все мы вместе это мы это полный текст уже я вот чего хочу добавить к нашему жуку на паниходах он перемещается на руках отдых тогда звезда жук любовь и чистый жупакляка полюбила однажды он ее на марсе красном нежно в кратере убил на марсе красном нежно в кратере убил тогда уж утопил арина барабаш вяленькая халявка бесконечно безнадежно трепетала трепетал уже в эти ушли как их называют там бум резики вновее есть интернете налог спартака да я даже бы не сомневался наверняка есть кто-то лишь выписал лучший друг до жука поехала отпуск наверно плутократия элиты увеличивает размеры своих тел отнимая у вас так платократия элиты увеличивает размеры своих тел отнимая у остальных слушайте да смотрите они не просто отрезают они еще к себе как-то это пришивают да у других отрезаю так себе пришивают отрезают и пришивают прям мясом это будет у нас такая сатира социальная на отлично ну да гимн платократии известный перри песенство на маленькой платье мы уже даем это уже вставляем шанс быть убитым что угодно ничтожно мал но не равен нулю шанс быть убитым что угодно минут 40 назад подумал следующим шагом будет сбор средств на издание книги надо было написать теперь не я первый это сказал алекс вайс да ну а я все равно подумал то же самое но гораздо раньше вас я сразу после вчера во время вчерашней передачи подумал что издать ей ничего не стоит она там купить от рублей выйдет экземпляр говно вопрос но если брошюркой делать и достаточно большую там количество экземпляров ну ты еще мы осилим я например с удовольствием буду иметь штук 10-20 книжек чтобы раздавать ну чего прикольно вы когда-нибудь подписывали свою книжку кому-нибудь нет звезда жук везде летает денег много получает вот за это я его люблю красиво ой как красиво а вот почему такой какой системы гиперболоид у меня спросил а у кого надо спросить вы же инженер горит мгновенная карма пародировал кашель старик капу покурил пришел по кашляру так хорошо хорошо вычет меня загрузили прямо джинам все собирать теперь это чё такое концерт жнат снова проверять ну так проверяем так чем тут про последнюю шиндеровича предъявит только шиндегович последний из шиндерович посл из шиндерович предъявит еще и фенимор купер фенимор купер а как он нам предъявит по моему уже почему в базе разве нет может я что-то упустил обрезает пришивает а с остатков варят суп из остатков варят суп но это не я сказал андрей иркут бескрайне темная плоть на обратной стороне луны такая плотная что аж звезд не видно виталий пинчук хороший намек звезда жук топит чтобы младенцы рождались мировым разумом и тысячелетней мудростью дабы отменить все образование да надо помнить что он должен вернуть людям социальные лифты и право на образование или чё там было и образование просто до социальные лифты надо вернуть людям людям да еще знаете чем еще делает он живет всего потерял потерял я очень много всего много всего он делает послать два места одновременно сразу на обложку ставить ограничение 18 плюс ну и пусть да давайте напишем 99 плюс на боже чем нам мешает сколько лет вашему звезду жуку нашему инженеры нашему с вами сколько вы скажите сколько я не знаю мне кажется он молодой у нас же есть прообраз его вполне себе определенные это этот самый его руков с ленинским трещу так что у нас есть сколько ему там а так давайте мы так и напишем ему 18 плюс фу ты чё же ему 18 плюс ему правильно 18 плюс лет ему столько 18 плюс в одной стране некие папы в погонах сумели с крайней плоти одного из революционеров прошлого клонировать будущего стиле но погонял у него было хуело влад позиция берем в работу не на не на я тоже собираюсь да уже закрывать лавочку миссия научить существа не бояться своих мыслей на глупых красно сидели царей царей король королевич на глупом глаз может американцы высаживались на луну другом смысле слова высаживались 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 как чем другой смысл в смысле мичуринском смысле высаживались ну да может быть может быть так ладно опять меняет звезда жук достал все давайте не надо торопиться мы очень много ему сейчас внимание я понимаю тут творчество у нас проснулась будем потихонечку выкладывайте потихонечку может родить просто подумайте если у кого-то есть миссия вот у нас складывать сплотократии уже чего чё там должен делать звезда жук своими мирными протестами как он должен железной логикой пройтись по этим самым негодяям чтобы они признали свое поражение дали людям свободу отращивать крайнюю плоть куда ну там без крайнюю плоть еще чё там еще на чё надо вообще делать с этой плоти вообще ему нахер нам нужно это вот чё она символизирует так ладно все давайте на сегодня отдыхаем а то тут мальцев то еще и это очень четыре часа это уже просто я с вас удивляюсь я с вас удивляюсь какие все-таки стойкие ребята мне с вами повезло не знаю как